так всем добрый день сейчас значит покажу один из вариантов он такой качественной добротной шпанеры для малины потому что малина растет уже в некоторых местах уже там не знаю по метру точно вымахала в некоторых он по полтора метра и сейчас если дунет хороший ветерок то ее просто-напросто всю поварит и сломает чтобы этого не случилось в общем что купил я на заводе гефест это у нас краснодарском крае вот такие вот столбики по 240 смотрите мощный профиль оцинковка по моему даже нержавейка или что-то такое на столбике есть значит отверстие для того чтобы пропустить сюда можно было или сюда проволоку шпанерную или вот сюда у кому как удобней кто-то здесь если допустим оцинковка там до 2 и 5 или 3 то можно и сюда ее пропустить а можно и здесь если допустим здесь пропускать то можно даже сделать две проволоки между ними загонять растения и без подвязки она будет просто между этими двумя проволоками стоять крепко и подвязывать его я думаю даже не придется между двумя проволоками единственное что расход проволоки конечно увеличится но в дальнейшем это облегчит уход за растениями можно сделать одну проволоку и подвязывать каждое растение ходить топинером ну то есть кому как удобнее так как мы их монтируем значит монтируем очень просто взяли стремянку взяли кувалду если земля мягкая то он просто сам земли войдет но если не мягкая то взяли вот такую дощечку ложим сверху дощечку и по дощечке бьем кувалдой там пять ударов кувалдой хватает чтобы он вошел на 50 сантиметров и стоял довольно таки хорошо расстояние между столбиками делать вот 5 я думаю до 10 метров вполне будет достаточно если допустим для винограда их ставить то конечно там пять метров если малина то я думаю можно ограничиться и там десятью может семью метрами между столбиками но мы сейчас посмотрим и так и так вариант но я думаю разницы никакой не будет используем значит якоря в начале и в конце ряда вот мы их вкрутили якорь тоже там же покупал это завод гефест а то многие тут хотели сами сделать но самому сделать такое я думаю не каждого получится пластина кованая видите выгнутая приваренная арматура выгнутая тоже с помощью руками этот не выгнешь без каких-либо специальных приспособлений мы вкручиваем якорь до этого уровня и он стоит в земле блин я вам скажу его трактором наверно только можно выдернуть очень крепко стоит мощно и как бы проволока если ты и на тен зацепился за нее эту проволока уже не ослабнет и якорь этот не потянет в общем вот такой вариант шпанер если кому интересно где брал можете наверно под видео телефона ставлю адрес производства я прям на производство ездил это по моему где-то там северском районе находится вот такие вот столбики у них по-моему даже толщина столбиков я смотрел там разное есть но я взял самые тонкие а бывает еще мощнее длиннее бывает то есть но мне для малины пойдет принципе и такое ну для винограда их в основном вот эти столбики конечно они приспособлены предназначены для виноградника вот анапа анапский район там темрюкский район весь виноградник вот на таких столбиках там кое-где я видел и бетонные есть но в основном современные виноградники ставятся уже вот на таких шпанерах ну а проволоку шпанерную можете белорусскую использовать а можно просто оцинковку не тоньше чем два с половиной миллиметра но я сейчас и оцинковку у меня есть и вот это заканчивается просто уже буду ставить оцинковку сюда все сейчас как получится как сделаю покажу что получилось так в общем вбиваю крайние столбики натягиваю поверху ниточку с таким расчетом делаю чтобы потом когда мы ее закрепим якорями вот этими проволоками чтобы потом мы могли сюда накинуть затеняющую сетку в случае необходимости то есть делаем их на одном уровне середину чуть повыше делаем края чуть пониже чтобы ну как бы таким наверное как бы домиком было небольшим но принципе ставится все очень легко вот один ставлю где-то она входит сама потом просто кувалдочкой сверху подстукал и все ну якоря вкручиваем с каждого конца промежуточно получается так ну все установили столбики значит высоту подумал я и высоту делали чуть больше двух метров чтобы вот моя вытянутая рука чтобы в дальнейшем можно на них было я потом покажу уже в следующем видео проденем тут металлическую проволоку там оцинковку два с половиной или тройку свяжем весь периметр этой ну столбики между собой свяжем и на эту проволоку накинем затеняющую сетку по шпанерной проволоку значит очень удобно смотрите вот такие вот зацепы на любой высоте просто вот так раз и и она крепко крепко держится но вот эта проволока видите шпанерная куда не подойдет я у меня бобина это закончилась я сейчас поеду куплю оцинковку и натягивать уже буду оцинкованной проволокой 2 и 5 так значит первая проволока смотрите у меня сделано где-то вот мою колено да пока не надо 50-60 сантиметров первая проволока я их пустил две две для того чтобы пустик допустим если вы без подвязки будете то можно можете между проволоки просто пустить малину или допустим сделать стои с этой стороны и она будет между этих проволок расти и никуда она не денется даже без подвязки но с подвязкой это выглядит примерно вот так вот ее подвязал та которая чуть в сторону растет ее потом просто прижмем 2 проволокой убрал значит сорняки сразу убрал нижние листики чтоб меньше было загущение ну и вот такому по такому способу пойду уже все делать дальше так значит все шпанера стоит крепенько плюс мы еще свяжем сейчас значит якорями с одного сначала из конца вот так и проволока видите шпанерная будет якорь мертвого земле сидит и проволока вот это натянутая она будет держать эти палки чтобы они там не дай бог там куда-то в него вправо не упали все такая конструкция получилась кому интересно можете напрямую звонить заказывать спрашивать и ставить себе нормально шпанеру все всем спасибо за просмотр всем пока